Девушки отдыхают 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 Моя комиссия будет на это работать Поэтому я ровно об этом, пожалуйста, по-человечески, не мешай работать в комиссии, и все. А что такое не мешает? Ну, знаешь, как выглядит многие, заебывают вопросами и так далее, и тому подобное, глупыми, разными. Мне задачу по кому поставил, я все равно буду выполнять, мне это нахуй не надо, потому что есть определенные некие чисто и товарищи, и дружеские обязательства, и рабочие, и перед Пахомом у меня совершенно другие с ним отношения, поэтому он мне доверяет, и я стараюсь его продвинуться и долговать. Поэтому я так в любую анаткуль пошлю, понимаю, что за мной и он его следует стоять. И кто-то не поймет, но он мне относится. Я думаю, люди посерьезнее раздражаются. Тем более, даже секреты не делаю для себя, так между нами. Там уже по моей просьбе и по некоторых людей уже бригада 5 юристов приехала, все кики у нас будут работать. Поэтому... Да, это что значит? Ну, действующие ребята, юристы, которые работают на выборах. А, правильно работают на выборах. Именно по выборам? Правильно работают на выборах. Нет, я имею в виду именно заточенные на выборы. Конечно, конечно. Ну, они уже действуют сотрудники, но иногда возможно себе мотаться на... В смысле сотрудники? А? В смысле сотрудники? Ну, в погонах, ребята. А, ну... Здесь просто... Это МВД, что ли, что ли? Да нет, там по середине. Следственный комитет? Поиск. Поиск. Там четко было сказано даже такая фраза «Собака лает, караван идет». По-видимому, эта фраза относилась как раз вот к наблюдателям, членам комиссии, значит, тем, кто будет контролировать их, кто, если увидит какие-то нарушения. Было фактически сказано, что никто на их действия обращать внимания не будет, что, собственно, мы их, к сожалению, увидели. Когда было вскрыто одно из нарушений, и когда сотрудник, не сотрудник, а член территориальной избирательной комиссии попытался также поприсутствовать, все действия должны быть открыты и публично, потому что публичные действия голосования присутствуют, когда сотрудники полиции стали опрашивать одного из задержанных, его просто силой, буквально, есть видеозапись, его силой выдворили из этого кабинета. Значит, чуть было даже не придавив руку. Поэтому фактически вот то, что говорил уважаемый мой коллега Вопинц Вальсей Владимирович, еще кто-то спросит из комментаторов, почему, допустим, вы сразу не опубликовали вот эту аудиозапись. Ну, во-первых, я честно, если не мог себе представить, что такие нарушения на столь серьезных выборах могут происходить в здании Дворца культуры Юрия Алексеевича Гагарина, потому что Банфилова буквально сделал недавно заявление после того, как члены комиссии, кажется, в Лобни написали в Генеральную прокуратуру 5 сентября о том, что на них оказывается давление по фальсификации данных выборов. И она строго указала губернатору Воробьеву о недопустимости какого-либо административного ресурса на выборов 9 сентября по Подмосковью. На что губернатор Воробьев сказал, что однозначно не будет никаких нарушений, а если кто будет какие-то ретивые чиновники это допускать, будут приняты жесточайшие меры. Вот, кстати, мы посмотрим, какие меры реально будут приняты после вскрытых вот таких нарушений. Поэтому мы не могли, как бы, все-таки поверить в реальность вот этих вот процессов, что они могут вот так вот произойти вот ныне. И вот сегодня мы можем уже, введя воедино и самые вот эти выявленные факты нарушений, о которых могут сейчас подтвердить и стоящие рядом со мной члены территориальной комиссии, которые присутствовали, которые зафиксировали визуально вот эти вот все нарушения, и прослушав аудиозапись, где упоминается и депутат Государственной Думы Пахомов, который якобы раздавал какие-то указания со слов господина Вохминцева. Скрипак Светлана Александровна, член ТИП. На моих глазах был совершен вброс в кабину номер 2, о чем я сразу поставила в известность. Тут подошли ребята, милиция, мы все вместе пошли в отведенную комнату. Мне предложено было выйти, сказали, что останутся одни мужчины. Я думала, будет там разбирательство, но, как оказалось, всех нас, член так или иначе, свидетелей того, что свершилось, просто отрезали от того, что происходило дальше. Пришел Вохминцев Алексей Владимирович, который к этому участку вообще никакого отношения не имеет, он всего лишь депутат, он не должен присутствовать на участке. Он начал отдавать команды, ать-два, маршируя отсюда, скомандовал полицейским, скомандовал председателю, и силой майор полиции применил силу, и я, как член территориальной избирательной комиссии, был поражен в своих правах, в своих избирательных правах. То есть, 67-й федеральный закон был грубо нарушен, полиция применила ко мне силу в грубой форме, то есть, меня вывели с избирательного участка, и меня не пускали. Бабюк Алексей Владимирович, член избирательной комиссии, справа союзщательного голоса. Избирательный участок 27-22. Когда произошло происшествие с вбросом добитения молодыми людьми, значит, по данному факту я звонил 112, мое заявление приняли. Мы написали, составили А, написали жалобу, председатель комиссии проигнорировал это все. Мы это зафиксировали. Смотрите, слушайте, читайте. Если увидите сами какие-то нарушения, звоните. Вы знаете и сайт альтернативной газеты, и сайт Копейка. Знаете телефоны наших активистов. Давайте взаимодействовать. А членам комиссии еще раз хочу сказать. Не поддавайтесь ни на какой шантаж. Поступайте исключительно по закону, потому что вся ответственность будет с вас. Субтитры сделал DimaTorzok